Если вот свина на ваше состояние будет, вы будете возмещать? У предпринимателей торгового центра Порт сегодня вместо бойкой торговли одни вопросы. Каждый пытается понять, как наверстать убытки. Вы этот ущерб оценили? Зафиксировать его? Кого я должна пригласить? Для того, чтобы точно зафиксировать ущерб, конечно, документы нужны. Но, как правило, у вас документов нет. Они либо сгорели, либо их изначально не было, если честно. Поэтому, если есть возможность их восстановить, если у вас они были, и, как правило, можно восстановить. Надо восстанавливать. Я сгорела полностью в двух местах. Мы, когда зайдем в то здание, у нас будут эти каникулы или нет? Вопросы у погорельцев к руководству города и у полномоченному по защите прав предпринимателей у многих товары в кредите. Мы планируем обратиться в Национальный банк и через него отработать с тем пулом банков, которые выдавали вам кредиты, для того, чтобы решить вопрос о какой-то временной рассрочке. То есть я должен указывать четыре точки. А вот как я могу определить ущерб? Блоки порта, где вчера полыхал огонь, сегодня закрыты. На время в торговом центре развернули штаб. Составлен опросный лист, собираем информацию, есть ли у нас кредиты потерпевших, оценивают свой ущерб и в дальнейшем будем уже составлять план мероприятий. Просто кто-то говорит, все сгорело, а кто-то говорит, наоборот, не сгорело. Ждем, что скажут. 1.14. Да, 1.14, ребят, все сгорело. Ограниченный доступ к блокам открыли уже вечером, запускали небольшими группами. Собственник должен в него как можно быстрее зайти. Предприниматели должны забрать то, что осталось. И собственник должен сделать там ремонт. Они все этого ждут. Вот сейчас над этим, в первую очередь, будем работать. Примерно 400 предпринимателей сегодня пытались получить ответы на свои вопросы. Главным образом их волнует. Какой же ущерб им нанес вчерашний пожар? Именно здесь будет работать и штаб, где МЧС продолжит выдавать документы погорельцам. Свои вопросы можно задать и по горячей линии при исполкоме Казани. Кроме того, фонд поддержки предпринимательства готов выдавать кредиты на льготных условиях.